всем привет дорогие друзья вы на канале макарова подворье и сегодня хочу немножечко рассказать о том на что обратить внимание выбирая себе козочку во первых посмотрите обязательно ее живот то есть там должно быть только два соска никаких третьих никаких бородавочек вот прибылые соски это является очень большим браком и такие козы выводятся из разведения вот если там даже есть что-то типа маленькой бородавочки то это недоразвитый сосок и в будущем он вам может причинить очень много неприятностей поэтому обратите на это внимание момент 2 убедитесь что это точно козочка что это не гермафродит до бывают природе такие вот катаклизмы и такие варианты бывают случаются то есть что для этого надо сделать возьмите козленка и аккуратно раздвиньте петлю из петли то есть там должна быть гладкая поверхность такая эластичная и ну розовая там не должно быть никаких шариков оттуда торчать шарик или трубочка какая-то такая хрящевидная нет вот петля вот чистая петля без всяких так сказать дополнительных вложений скажем так и обязательно посмотрите как козочка писает для этого надо ее немножечко напугать там шугануть громко крикнуть они от страха всегда приседают и писают вот ваша козочка должна присесть пригнуть задние ножки и сесть и писать она должна то есть такая нормальная струя из петли вот вот это вот попросите показать ее маму чтобы иметь представление о том какой у нее будет выме но здесь видите как бы вам могут показать и совсем другую козу выдав ее за маму вот этой понравившейся вам козочки поэтому тут такой как бы 50 на 50 что вам покажут именно маму вы можете спросить про удой козы взрослой мамы ну тут тоже могут вам приукрасить конечно же вот что еще хотел сказать да если вы покупаете допустим породную козу ну допустим хотите разводить допустим чехов то на козленка должны быть обязательно документы все что без документов там вам могут сказать да мы поленились их делать да мы поленились поехать да нам вроде бы было не надо вот сейчас вот тут кому-то надо нет документы делаются сразу если нет документов то это все называется в типе в типе например коза в занятском типе то есть допустим у нее папа и мама были заняты но документов на родителей нету ну и на козочку естественно тоже ну и тут хочу сказать что многие уже так научились на и в интернете распечатывают эти документы какие-то печати там картошкой смоченной чернилами делают поэтому тут тоже как бы не сто процентов ну как бы надо на продавца на порядочность продавца надеется но хочу сказать сильно не надейтесь вот и значит если вы хотите какую-то определенную породу то изучите характерные признаки этой породы чтобы они хотя бы были у вашей козочке то есть если она даже пускай без документов но хотя бы вот вы например ну имеете представление что например чешка она должна быть рыжая окантовка ушей там это черная и на голове черный треугольник там носочки черные у нее должны быть но изучите изучите породу чтобы иметь представление о ней а не так что еду не знаю куда покупаю не знаю что а хочу чешескую козу допустим ну вот если вы покупаете козлика говорим сейчас о козлике на племя допустим здесь надо обратить внимание на яйца его вот машонка не должна быть так ярко раздвоена то есть она должна быть такая как капля как капли там чуть-чуть где яички чуть-чуть так вот как выемка такая чуть-чуть не должна она такая быть явная как две сливы в мешке висят и прямо между ними такая полоса и плюс опять же этого козлика надо проверить на прибылые соски сосков должно быть два они находятся в паху прямо вот где где заканчиваются ноги скажем так в паху вот посмотрите потому что прибылые соски они являются браком и передаются по наследству но опять же признаки породы чтобы они были на лицо вот чтобы вы понимали что вы покупаете ну и конечно же надо посмотреть козленка внешний вид чистые глазки чтоб соплей не было чтоб никаких высыпаний не было на морде на брюшке вот чтобы не было там шеи блох ну вот такой чтобы он был резвый веселый вот чтобы не притащили с этим козленком к себе какую-то инфекцию вот вообще рекомендует конечно месячный карантин когда животное привозишь в дом ну вот из какого-то другого хозяйства это конечно очень оправданная процедура но тут уже по вашим возможностям если есть такая возможность то конечно лучше его отсадить отдельно и понаблюдать если все в порядке тогда уже пустить козленка к другим козлятам или козам или как вот ну наверное так